За четыре дня турнир, в течение которого прошло 22 игры, вместил в себя весь спектр эмоций. Разные игровые стили, уверенные победы и обидные поражения. В финальной битве на ледовом арене «Пересвета» сошлись две команды «Локомотив» из Ярославля и «Северсталь» из Череповца. Первая шайба была заброшена в ворота «Локомотива» в первом же периоде. Ярославская команда успела тут же сравнять счет. В международном турнире по хоккею «Шайба» среди юношей 2005 года участвовало 8 команд из России и Белоруссии. На лед выходили игроки таких известных хоккейных клубов, как, например, «Витязь» из Подольска и «Новички». Хоккейная команда из Алексеевки впервые участвует в турнире подобного масштаба. У нас детской школы нет, у нас там отделение хоккея при спорткомитете города. Поэтому для нас это был богатейший опыт. Ребята впервые участвовали в таком турнире. Конечно, это пойдет на пользу для развития хоккея, для популяризации хоккея. Даже в нашем регионе белгородском там не так сильно развит этот хоккей, тем более в нашем небольшом городе. Помимо командных соревнований юных хоккеистов соревновались за звание лучших игроков турнира. Им были вручены памятные призы клюшки. Лучшим бомбардиром турнира признан Давид Уткин. В турнире он сумел отправить в ворота противника 8 шайб. Трудно было выиграть, трудно было забить голы. Игру хоккейного клуба «Невский» Евгений Веников признан лучшим защитником турнира. Ну, если честно, я даже не могу сильно оценить, в принципе. Может быть, просто подбавилась скорость, манервы, лучше давал передачу, лучше думал. Финальный матч на Ледовом арене «Пересвета» завершился со счетом 4-1 в пользу хоккейного клуба «Череповца». Финальный матч на Ледовом арене «Пересвета» Вот самые острые моменты в салоне. Какие были у вороты? Ну, вот у ворот добивание, то, что забивали иногда, расстраиваться не хочется. Иногда команда проигрывала, тоже печально. А еще на вратаря сильное такое воздействие всей команды, все ожидания? Ну, да. Вот пропускаешь нервы. Очень сильно. Вратаря основные нервы должны как-то наценить. Сразу же после турнира команда из «Череповца» начнет готовиться к следующим соревнованиям. Сейчас по приезду домой, она завтра уже через сутки, почти тренировка, поэтому завтра выйдем, будем снова тренироваться, работать, оттачивать мастерство. Ирина Самойлова, Валерий Плугатаров, День города.